Сирийские повстанцы вошли в Дамаск, Асад вылетел из столицы. Сирийские повстанцы сегодня, 8 декабря, вошли в столицу страны Дамаск, в которой не было никаких признаков развертывания армии. Президент Башар Алясад на борту самолета вылетел из Дамаска, в неизвестном направлении. Об этом передает РБК «Украина», ссылаясь на рейтерсы CNN. Повстанцы в Сирии, после взятия под контроль важного города Хомс, продолжили движение в столицу и в воскресенье начали входить в Дамаск. Они также заявили, что празднуют новость об освобождении наших заключенных, снятии с них цепей и объявлений о конце эпохи несправедливости, в тюрьме Седна. Жители сирийской столицы рассказали представителям западных СМИ, что в центре Дамаска слышны звуки стрельбы, но их причина неизвестна. По словам очевидцев, тысячи людей собрались на главной площади Дамаска, махая руками и скандируя свободу. Повстанцы после вывода правительственных войск из ключевых городов в Сирии в течение чуть более недели и взятия под контроль десятков населенных пунктов заявили, что продвигаются в столицу, в том числе к резиденции Асада. Вместе с тем два высокопоставленных сирийских армейских офицера рассказали рейтерс, что президент покинул Дамаск. Заявляется, что Асад для этого воспользовался самолетом и вылетел из столицы в неизвестном направлении в воскресенье. Согласно предварительным данным, Асад мог находиться на борту российского самолета Ил-76Т. Между тем, по данным сервиса Flightradar, Ил-76Т по неизвестным причинам в воскресенье пропал с радаров в районе Сирии. Это могло произойти возле Аль-Сувери. Сообщается, что в генеральном штабе сирийской арабской армии заявили военнослужащим о падении режима Асада и дали приказ сложить оружие. Между тем, сирийские повстанцы уже объявили об успехе революции. Представители оппозиции добавили, что обещают сделать страну демократическим государством, уважать права собственности и сохранять территориальную целостность и суверенитет Сирии, а также привлечь к ответственности режима Асада. Ситуация в Сирии и стремительная кампания поставнцев. Ранее сообщалось, что сирийские повстанцы в воскресенье вошли в Хомс и объявили о взятии полного контроля над городом и объявили о планах двигаться на столицу. Напомним, что стремительное продвижение повстанческих групп в Сирии началось около полутора недель назад. Они довольно быстро смогли взять под контроль Алепа, Хаму и другие важные города, в том числе направляющиеся в сторону Дамаска. При этом главные союзники Асада России и Иран не предоставили сирийскому президенту реальную помощь в сдерживании наступления повстанцев. Сообщалось, что российские и иранские военные персонал эвакуируются из Сирии. Отметим, в администрации Байдена озвучивали мнение, что режим Асада может упасть через несколько дней на фоне стремительного продвижения повстанцев. 7 декабря стало известно, что в одном пригороде Дамаска статуя отца Асада, покойного президента Хафеза Аль-Асада, сбросили и разбили. Кроме того, в субботу сирийские повстанцы заявили, что пытаются окружить столицу. Сирийская армия утверждала, что укрепляется вокруг Дамаска, а государственное телевидение сообщило в субботу, что Асад остался в городе. Но западные СМИ информировали, что сирийский президент вероятно сбежал из столицы. Добавим, по данным Блумберг, Асад будто бы через посредников просил помощи у США и Дональда Трампа в попытке либо остаться у власти, либо получить договоренности о гарантиях безопасного отъезда в изгнание, если это потребуется.